Ветхозаветная поэзия или просто поэзия, поэтические книги. Есть у нас слайдик такой, поэзия, образный язык, антропоморфизм, эфемизм и так далее. Давайте сначала опираться на общее знание, на то, что мы и так в курсе. Что делает поэзию поэзией? Помните, кто такой? Ладно, давайте так. Помните героя, который был очень удивлен, что всю жизнь он, оказывается, изъясняется прозой? Ксподин Жорден такой был, у Мещининого дворянства, Мольера. Так вот, мы с вами отлично понимаем, что есть проза, есть поэзия. Давайте перечислим по пальцам. Что делает поэзию поэзией? Почему какой-то литературный жанр мы ассоциируем с поэзией? Рифма делает поэзию поэзией. А обязательно ли рифма для поэзии? Могут ли быть стихи без рифмы? Бывают. Называется белый стих. Значит, рифма важна для поэзии, но она не обязательно делает ее поэзией. Что еще? Там скорее ритм важен, образы. Ритм. Ритм важен для поэзии. А какой ритм? А, собственно, разный ритм. Да нет, их существует не пять штук. По школьной программе. Да, ну, по школьной программе мы, конечно, знаем чуть-чуть больше Евгения Онегина, который не мог ямбу от хорея, как мы не били их, отличить. Я почему-то предполагаю, что большинство из вас могут отличить ямбу от хорея. Ну, иначе получится, что мы знаем меньше Евгения Онегина. Но ритмов явно не пять, а больше. Да, значит, причем нужен ли, обязательно ли есть ритм в поэзии? Вот на этот вопрос ответ – да, обязательно. Другое дело, что он не обязательно основывается на чередовании ударных и безударных слогов. Значит, ритм – важная составляющая поэзии. И еще, сказал Сергей, образность, образный язык. Особый язык, которым мы пользуемся в поэтических текстах, когда мы пишем стихи. И я думаю, что по молодости, по крайней мере, многие из нас стихи писали. Какого качества – это другой вопрос. Но мы через это прошли. Если взять и переписать поэтический текст прозой, то получится, например, что-нибудь типа того. Мой дядя – честнейший человек. Когда однажды он очень серьезно заболел, он сделал все, чтобы обеспечить себе полное уважение, а ничего лучшего не могло прийти ему в голову. Получается грустно и скучно. Но когда с пушкинской иронией мы читаем эти слова – «Мой дядя – самых честных правил». Когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставить, и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Боже мой, какая скука! И так далее. Это уже звучит, это уже стихи. Кстати, скорее всего, исходя из пунктуации, я не совсем точно прочитал начало этого текста, но в данном случае это и не столь важно. Есть то, что делает поэзию поэзией. Соответственно, есть и вещи, которые делают еврейскую поэзию, я назову некоторые из них. Первое – это ритм. А какой ритм? Сейчас мы об этом ритме, к сожалению, без слайда и поговорим. Если европейский ритм основывается на чередовании сильных и слабых слогов, ударных и безударных слогов, а в некоторых языках, например, долгих и кратких слогов, финно-угорские, допустим, ритмы, то ритм Ветхого Завета, ритм Священного Писания, во-первых, строится за счет чередования коротких и длинных строк. Строк – это длина всей строки. Чередование коротких и длинных строк. Причем, вот это видно в еврейском тексте, в русском не очень. В русском это невозможно было передать. Чем напряженнее действие псалма, чем напряженнее атмосфера псалма, чем более напряженная атмосфера псалма, тем короче строки. Когда автор псалма напряжен, он пишет короткими строками, которые быстро сменяют другую. Когда автор спокоен, строки длинные, размеренные. А как вы думаете, почему так, чисто физиологически? Когда мы нервничаем, что происходит у нас? Сердце стучит. Дышим чаще. Сердце стучит. И еврейская поэзия, беспокойная поэзия, в неспокойном состоянии, написана короткими строками, созвучными этому дыханию и созвучными этому сердцебиению. Спокойное, размеренное сердцебиение бывает редким. И, соответственно, строки будут длиннее. Более того, дело еще в том, что ведь псалмы, допустим, самый частый пример поэтической формы в Ветхом Завете, псалмы, это ведь песни. Их писали для пения. Послушайте классическую музыку, послушайте оперные арии и сравните, например, арии человека, которому неспокойно, с ариями человека, которому спокойно, который размышляет, который обдумывает. Вы тоже услышите вот эту разницу ритма. Значит, ритм строится за счет чередования строк, длинные короткие строки. И второе, ритм строится за счет смыслового чередования. Сейчас мы увидим с вами, что это такое. Смысловое чередование. Чередование мыслей или чередование идей. Такой ритм в русской поэзии тоже иногда появляется, но редко. В еврейской поэзии он, перед нами, постоянно. Для того, чтобы показать... Да, и научное такое слово, чтобы описать вот эту особенность ритма. Ритм за счет параллелизма. Ритм за счет параллелизма. Давайте прочитаем с вами первый псалмон. Это ко второму. Да, смысловое чередование. А научная словечка здесь параллелизма. Давайте с вами посмотрим устройство типичного псалма. Это поможет нам его читать лучше, поможет нам его осознать. Давайте прочитаем первый псалмон. Давайте сделаем так. Прочитайте, пожалуйста, про себя. И давайте выделим, у некоторых из вас это размечено в Библии, у других нет, две основные части этого псалма. Прочитайте просто про себя, а потом будем беседовать. Пока ребята работают, давайте я прочитаю пока его псалмы. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Давайте с вами попробуем разделить этот псалом на две или три. Рассмотрим сейчас смысловые части. Кто начнет? Опять желательно из тех, кто меньше говорил. Что-то у нас правый ряд сегодня молчит. Ну, не молчит, конечно. Здесь идет речь о мужа, о верующем человеке. А вторая часть... О праведном. Что? О праведном человеке. О праведном человеке. Вторая часть начинается с третьего стиха, где этот праведный человек сравнивается с деревом. Идет уже сравнение с деревом, которое посажено при потоках вод и приносит плод. И вторая часть начинается с третьего стиха и проходит до конца, что ли? Нет, нет, третий стих только. А с четвертого начинается уже третья часть. Давайте с вами попробуем сначала сделать основные части, а потом мы будем делить еще эти основные. Как матрешка. Как матрешка. Значит, говорится о двух разных людях. Праведный человек, раз, и нечестивый человек, два. О праведном человеке говорится в каких стихах? Вообще, все, что о праведном. С первого по третий. Один-три. О нечестивом? Четыре-пять. Четыре-пять. Вадим совершенно право. Потому что шестой стих... Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. А шестой стих о том и о другом. Шестой стих о том и о другом пред лицом Божиим. Да, пути праведного, пути нечестивого. Представьте себе такую структуру. Два прямоугольника. В первом у нас, в первом прямоугольнике, левом. Стихи с первого по третий. Во втором, четвертый, пятый. Первый говорит о праведном. Второй о нечестивом. Как вы тогда расположите шестой стих на этой картинке? У нас вертикально, значит, два горизонтально. Один прямоугольник здесь, один-три, четыре-пять. А вот чтобы шестой стих по смыслу подходил и расположить на этой диаграмме, как вы его нарисуете? Как этот прямоугольник будет выглядеть? Между левым и правым, может быть, под левым и правым, посередине. Но охватывая и то, и другое. А почему он будет охватывать и то, и другое? А он относится и к тому, и другому. Значит, уже получается некое начало картинки, начало плана псалма. Один-три, праведный. Четыре-пять, нечестивый. Шесть, отсюда и досюда. Потому что от него здесь стрелочки будут и к один-три, о праведнике. И четыре-пять, а нечестивым. Так, но это только начало. А теперь у меня такая просьба. Левый ряд. Я прошу вас сейчас собраться вместе и обсудить, как вы будете подразделять вот этот левый прямоугольничек. Один-три. Какое смысловое деление здесь есть? Как он устроен? Правый ряд. То же самое делаете по четыре-пять. Я вам пару минут дам, вы можете просто совещаться, разговаривать об этом. Даже минут вам хватит. И вспомните общую структуру псалма. У нас праведный, нечестивый и вывод, который включает его и другого. Значит, одна противоположность, другая противоположность и вывод. А теперь посмотрим, что в каждой из этих частей, в каждой из этих прямоугольников творится. Потом расскажете. Первый псалом, первый стих. Что мы узнаем о праведном человеке в первом стихе? Какие действия? Он не ходит, он не стоит, не сидит. Сейчас, пока действие не ходит. Не стоит. И не сидит. Он бежит. Не ходит, не стоит и не сидит. Теперь мы начинаем добавлять куда, о чем. Посмотрите, пожалуйста, три действия, параллельные действия. В принципе, достаточно было бы сказать одно. Авторы говорят сразу три вещи. Почему? А вот параллелизм, вот это ритм псалма. Смотрите, не ходит куда? На совет нечестивых. Значит, вот он пришел на совет нечестивых. Нет, он тут не ходит. Следующее действие. Вот он пришел, не стоит на пути грешных. И следующее действие потом, когда он уже пришел окончательно на совет, не сидит в собрании развратителей. То есть, он не начинает, не продолжает и не заканчивает. Значит, вот общение с нечестивыми, с развратителями, он не является частью этого общества. Тут можно, конечно, спросить, а как же Иисус вкушал и так далее. Да, простите, это не он ходил на их собрание, это они приходили на встречу с Иисусом Христом. Тут, все равно, разные вещи. Вот, значит, он не делает трех вещей. Второй стих начинается со слова «но». А что он делает? Значит, первый стих, чего он не делает. Второй стих о том, что он делает. Он делает только одно действие? Или нет? Сколько? Наверное, три действия. Нет. Посчитайте, пожалуйста. Он размышляет. В законе Господа воли его. И в законе он размышляет день и ночь. Он делает два действия. В законе Господа, значит, вместо того, чтобы ходить на совет, сидит нечестивых, стоять на пути неправедных, сидеть в собрании развратителей, он размышляет о законе Божьем. Как разделить божьих и размышления? Сейчас разделим. Сейчас разделим. Мы сейчас приблизим это дело еще ближе. Вот. Значит, в первом стихе, чего он не делает? Во-вторых, в втором стихе, что он делает? А в третьем стихе, это что? И будет он как дерево. То есть, при том, что он не делает одного, делает другое. Результат. Третий стих – результат. А помните, мы видели с вами структуру всего псалма? Противопоставление. Праведный, неправедный результат. Берем часть праведной, видим, что он не делает, что он делает. И результат. Значит, общая структура псалма видна в его части. Общая структура песни видна в ее куплете. И я вам хочу сказать в этом плане, что даже куда более длинные псалмы, куда более объемные, обширные псалмы, позволяют нам увидеть то же самое соотношение. Структура псалма видна в его конкретных составных частях. И получается некое такое причудливое устройство. Если бы мы это рисовали прямоугольниками, то первый левый прямоугольник мы бы разделили на три части. Что делает, что не делает и результат. Но каждую из этих трех частей, и еще можно было бы подразделить. Смотрите, что он не делает. Первая задача, что он не делает. Не ходит, не стоит и не сидит. Значит, а есть некое такое развитие в этой части. Чтобы сидеть в собрании развратителей, нужно было сначала прийти на совет нечестивых. Вот он его не сделал. И нужно было стоять на пути неправедных. Он его тоже не делал. Этого развития у него нет. Дальше. Следующая часть, что он делает, ее тоже можно подразделять. Это то, о чем говорил Валерий Николаевич. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Чтобы ответить на вопрос, чем отличается воля от размышления, полезно будет изучить слова, которые здесь используются. Воля и размышления по-еврейски. Скорее всего, речь идет о деле. То есть воля. Он хочет. Его практические дела основаны на Божьем законе. И его размышления, его мысли тоже в Божьем законе. То есть его практическая жизнь и его жизнь мыслительная. Все это подчинено Божьему закону. И практика, и теория, и слово, и дело. Две составляющие. А если взять их вместе, получается жизнь целиком. Значит, целиком его жизнь подчинена Божьему закону. Вот вам разбивка такой второй части. А теперь третье. Третий кусочек вот этого левого прямоугольника. Результат. И опять результат можно разбивать. Во-первых, сравнение. Как дерево, посаженное при потоках вод. Почему для израильтян это сравнение очень важно? Воды мало. Пустыня. Они совершенно четко знают, что такое дерево, посаженное при потоках вод. Значит, их характеристика, характерные черты этого дерева, которое приносит плод свой во время свое. Приносит плод во время свое. А помните, Иисус пришел к смоковнице, там нет плода, потому что еще нет времени, но там листья, там листвы полно. Если оно было засохшим деревом, то там бы не должно было быть и листвы. Оно бы высохло. Проблема его, как уже говорила Ирина, не в том, что оно было засохшее, а в том, что оно росло, ну скажем так, не в том направлении. Вместо того, чтобы пускать свои жизненные соки в плоды, оно пускает их в листы. Иисус говорит, нет, вот лучше ты будешь засохший. Потому что тогда уже будет понятно, и вот эта смоковница засыхает. Дальше и лист, которого не вянет, и даже в этом третьем стихе мы можем увидеть, скажем так, примеры и вывод. Значит, он как дерево и лист, и это все конкретно. А потом начинается абстракция, после конец третьего стиха. И во всем, что он не делает, успеет. У меня студент написал как-то во всем, что он не делает, успеет. Если он не будет делать, так он точно не успеет. Вот не делает. То есть во всем, что он делает, он успеет. Вот даже в том же стихе мы видим устройство целого псалма. И переходим к правому нашему прямоугольнику. Не так нечестивые. И как устроен этот прямоугольник? Что говорится про нечестивых? Если в третьем стихе праведные сравниваются с деревом, а дерево укоренено, оно выросло при потоках вод, у него корень есть, оно держится, то нечестивые сравниваются с чем? Как в прах. Возвлетаемый ветром. Возвлетаемый ветром. Совершенно верно. Очень коротенькое такое сравнение. Как прах и все тут. Теперь смотрите. Более того, можно провести стрелочку между четвертым стихом, уже правого тревого прямоугольника, и третьим стихом в левом прямоугольнике. Это противопоставление. Праведный, как укорененное дерево. Нечестивый, как прах. В пустыне прах это что? Это пыль, это песок. В степи прах это пыль, это песок. Вот едет машина по степным каким-то районам. Пыль клубится. Пыли много. Но пыль осела, и найди ее, попробуй. Нечестивые порой заявляют о себе очень серьезно. Но очень быстро это проходит. Вспомните героев вчерашних дней. Моя дочка, когда мы с ней как разговаривали, она говорит, что по телевизору Ксюша Собчак, Ксюша Собчак. Я говорю, ну да, ты помнишь, что был ее отец? Она такая, у него был отец? А, ну да, наверное, отец был. Ей в голову не приходило, во-первых, что у нее был отец. Во-вторых, она уже не помнит, кто был Анатолий Собчак. Отчасти это проблема моей дочери, конечно. Отчасти это вот эта общая проблема героев вчерашних дней. Оно забывается. Причем человек был весьма достойный, да, но оно забывается. А здесь, как прах, возбитаемый ветром, и дальше пятый стих. И грешники в собрании праведных. Пятый стих по отношению к четвертому, это что? Начинается слово потому, то есть следовательно. Это результат, да. Опять вывод. А с каким стихом есть параллель в пятом стихе? С третьим, с концом третьего стиха. Во всем, что он не делает, успеет. Да, вывод, потому что вывод первой части, параллель ввода второй части. А еще есть одна параллель. Куда не ходит праведный? Значит, праведный человек в собрании нечестивых не ходит, а нечестивый в собрании праведных не устоит. Видите, как красиво. Вот когда вы это начинаете все рисовать, рисуете план псалма, вот эти причудливые переплетения, это как раз и есть устройство ритма еврейской поэзии. Вот это и есть смысловой ритм. Параллельные вещи повторяются снова и снова, параллельные идеи. И мы приходим к шестому стиху, который сам по себе тоже содержит параллелизм. Ибо знает Господь путь праведных. До сих пор подлежащими были слова, обозначающие человека. Праведный, нечестивый. В шестом стихе как будто меняется ракурс, как будто меняется наш взгляд. Подлежащим становится слово Господь. А теперь внимание. Помните, мы с вами читали, что взят был Лазарь на лон Аврамова, а потом начинаем, ибо умер богач, и похоронили его. Теперь здесь, в шестом стихе, как говорится о праведном, как неправедном. То, где говорится о праведном, подлежащем Господь, знает Господь путь праведных. И блестящее совершенно исследование, библейское исследование, если когда-то захотите этим заняться, что значит «знает Господь». Вот возьмите слово «знать» в Ветхом Завете, особенно применительно к Богу. Когда он знает что-то или путь какого-то человека, что это значит. Вы придете, на самом деле, к тому, что когда Бог знает чей-то путь, это означает, что он его еще и направляет. Это не просто Бог в курсе, а это путь данного человека соответствует Божьей воле. Божьей воле, о которой мы читаем, между прочим, в третьем стихе. Дальше. Бог знает путь праведных, а путь нечестивых погибнет. В этой части, которая говорит о нечестивых, уже не Господь в подлежащем, а путь. Это часть без Бога. Я вас уверяю, что писались так псалмы не случайно. Каждый из них — целая поэма. Каждый из них — это алмаз, который можно рассматривать и дивиться тому, как Бог устроил свое слово. И изменять свою жизнь, потому что, прочитав это, осознав это, увидев эти аналогии, мы уже не сможем жить по-старому. Вот параллелизм — это повторение одинаковых или схожих идей, схожих мыслей, схожих слов. Причем параллелизм бывает на уровне одного стиха, а бывает даже на уровне фрагментов. Например, начало псалма, параллельно середине псалма. И вывод, который завершает и то, и другое. Теперь, когда мы с вами это уже увидели на практике в одном из псалмов, давайте возьмем еще один псалом и посмотрим его структуру уже более-менее самостоятельно. Выделите, пожалуйста, параллелизм на материале стиха, и выделите, пожалуйста, параллелизм на материале всего псалма. Псалом будет тоже известный. Возьмем 18-й псалом. А потом мы попробуем из него сделать вывод и сделать применение. Тут вещь вот какая. Значит, здесь как раз русский перевод очень подходит, потому что русские переводчики стремились сохранить дословный оригинал. Это практически подстрочник. Единственное, что в других переводах псалмы иногда печатаются столбиком, как стихи, как поэзия. В большинстве изданий русской Библии псалмы в строчку. И нам сложно понять, где начинается строка, где кончается, где начинается новая. Хотя есть сейчас издания Библии, в которых они написаны в столбик. У вас, кстати, в строчку или в столбик? Например, строчку. Например, вот 18-й псалом, извините, первая строка. Небеса проповедуют славу Божию. Вторая строка. И о делах рук его вещает твердь. Третья строка. День дню передает речь. Четвертая. И ночь ночи открывает знания. Пятое. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Шестая. По всей земле проходит звук их. И до пределов вселенной слова их. И так далее. Вот это деление на строки, которое в русском тексте не сохранено. Вот. Ну что же. Прочитайте пока. Минуту вам пауз даю. А, ну давайте кто-нибудь слух там прочитает. А то Виталию придется читать. Давайте. Небеса проповедуют славу Божию. И о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь. И ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. И по всей земле. И по всей земле проходит звук их. И до пределов вселенной слова их. Он поставил. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать побрище. От края небес исход его и шествия его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни и истины, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Сващи мед и капель сота, и раб Твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего. Чтобы не возобладали мной, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Добой слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно пред Тобою, Господи. Твердыня моя и избавитель мой. Итак, если бы вас попросили разделить этот псалом на смысловые фрагменты, что у вас получится? С первого по седьмой о чем? О славе, о природе, которая проповедует славу. О природе, которая проповедует Божию славу. Так, значит, проповедь Божьей славы или Божьего могущества через природу. Какие части природы, каким образом природа проповедует Божью славу или Божье могущество? Кто в природе проповедует? Небеса. А твердь это что? Земля. В контексте это небеса те же самые. Дело в том, что есть такая вещь, как синонимический параллелизм, когда используются два синонима, обозначающие то же самое. Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук его вещает твердь. Небеса и твердь синонимы, но слава и дела рук вообще тоже синонимы, хотя дела рук это конкретизация славы. Слава это Божий характер, дела рук это Божие свершение. Небеса говорят об этом. Причем смотрите, небеса твердь проповедуют вещает слава дела рук. Значит, параллелизм на материале одного стиха. Следующий. День дню передает речь, ночь ночи открывает знания. Давайте посмотрим на параллелизм здесь. День дню, ночь ночи, антонимический параллелизм, противоположные понятия. Передает, открывает синонимический параллелизм. Речь, знания. Ну тут второе, как бы, дополняет первое. Второе слово дополняет первое. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. А говорится в четвертом стихе. А пятый разъясняет. По всей земле проходит звук их. А голос параллельно не слышался бы. Проходит и до предела вселенной слова их. Дальше. Он поставил в них жилище солнцу. В небесах, да, в них жилище солнца. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин пробежать поприще. Здесь тоже параллелизм, в котором две идеи, дополняющие друг друга. Это не синонимы. Жених исполин, то есть спортсмен, выходит, радуется. Из брачного чертога поприще. То есть одно и то же рассматривается с нескольких сторон. Кстати говоря, а вы когда-нибудь видели, как выходит жених из брачного чертога своего? И как он оттуда выходит? Вы, я думаю, видели. Если не отдыхали, то видели. А в курсе по песне-песне я рассказывал эту еврейскую традицию. Там ведь было как? Жених и невеста уходили в брачный чертог в то время, как все остальные праздновали. То есть идет брачный. У нас как бы вот. У нас заставляют жениха и невесту ждать слишком долго. То есть они должны со всеми отпраздновать, выслушивать поздравления. Иногда интересные, а иногда уже совершенно какие-то надоевшие. Типа вот вдруг неожиданно пришло письмо для жениха, давайте его прочитаем вместе. Письмо подписано «Твоя холостяцкая жизнь». Подходишь несколько свадеб, уже знаешь какие-то такие фишечки. Потом там венок бросают, и кто-то его должен ловить. А они все ждут, бедные ждут и ждут. В Израиле не ждали. То есть вы, ребята, пируйте, а мы пойдем наслаждаться жизнью. И вот после этого жених и невеста присоединялись к пирующим. И вот жених радостный, сияющий, как начищенный самовар, выходит из брачного чертога. Вот, ну как исполин, да, как исполин, как воин, пробежавший поприще. Представьте себе, пожалуйста, картинку Олимпийских игр и лица людей, получающих награды на Олимпийских играх, получающих свои медали. Вот вам картинка. Дальше. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. То есть оно охватывает собой все солнце, и при этом оно проповедует Господа. Вот проповедь через природу, проповедь Божьей славы, Божьего могущества через природу. А с восьмого стиха и до какого? Следующая часть. С восьмого и до какого бы вы выделили? Большую такую, давайте попробуем сделать. До двенадцатого, наверное. Вот, наверное, да, почти до конца. Там пара стихов остается, которые можно выделить отдельно. Там переход такой плавный достаточно. До двенадцатого хорошо, да. Это что? Если в начале проповедь Божия через природу, проповедь могущества Божьего, славы Божьей через природу, то вторая часть о чем говорит? О каком откровении? О законе об откровении. Да, проповедь Божьей мудрости, Божьей справедливости через Божий закон. Богословы называют откровение через природу откровением общим, оно доступно всем. А дальше особое откровение, которое Бог дает через свой закон. Через общее откровение мы не познаем его славу, но мы не всегда познаем его мудрость. Чтобы иметь представление о его мудрости, о его справедливости, нам нужно особое откровение. Наблюдая природу, мы можем видеть, как Бог велик. Но как один поэт наблюдал природу и не мог понять, почему такая несправедливость. Я писал, скучно жить на белом свете, в нем отсутствует уют, ветры воют на рассвете, волки зайчика жуют. Понимаете, вот он смотрит вокруг, и, конечно, все интересно, но волки-то все-таки жуют того зайчика. Значит, чтобы пойти дальше, чтобы понять, почему и с какого момента они его жуют, нужно откровение особое. И вот это Божий закон, Божьи суды, свидетельствующие о Божьей справедливости, Божьей праведности. А значит, мы сейчас не будем так и дальше разбирать подробно, потому что и здесь, и внутри вот этого фрагмента, его тоже можно подразделить, здесь тоже можно увидеть параллелизм. Здесь мы тоже увидим нарастание, скажем так, похвалы, прославления Богу. Хорошо, природа возвещает о Божьем величии, о Божьей славе. Закон Божьей свидетельствует о его праведности, о его мудрости. А вот концовка, замечательная совершенно, 13-й и 14-й, а это о ком или о чем? А это уже я сам, а это уже я сам. Вот какая штука. Смотрите, до сих пор все было хорошо весьма. Природа о Божьей славе, закон о Божьей мудрости. А потом я вдруг начинаю замечать, что у кого-то из бардов, авторов бардовской песни, была такая песня, он там восхищался горами, Тимиртау. Он описывает всю эту красоту, говорит, Тимиртау посередине, я как дырка на картине. То есть он видит великолепие вокруг и понимает свое место, как дырка на картине. Что видит псалмопевец? Величие Божие в природе, Божья разум, мудрость в законе. А дальше, кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Он говорит, а во мне-то грех. И обращается к Богу, помоги мне. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. И он молится, да будут слова уст моих, и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. И вот и получается такой план псалма. Природа возвещает о Божьей славе. Закон свидетельствует о Божьей мудрости. Сердце взывает к Божьей милости. И вот когда мы получаем эту Божью милость, тогда вместе со всем мирозданием мы начинаем славить Бога. А мы-то знаем, что эту милость мы получили в Иисусе Христе. Вот мы с вами так с высоты, может быть, и птичьего полета оглядели этот псалом, составили его план. Слушайте, это и наблюдение, и толкование, и материал для применения, и великолепный материал для проповеди, для преподавания. Потому что можно, конечно, просто идти по стиху, вот об этот стих, об этом, этот об этом. Слушайте, у вас слушатели уснуты, будут правы. А вы им покажите, как Господь вел мысль псалмопевца, и как это отражено на бумаге. И Господь будет изменять и наши сердца, и сердца наших слушателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok